ГУСТАВ ФЛУБЕР ЛЮДЮКАСИОН СЕНТИМЕНТАЛЬ ГУСТАВ ФЛУБЕР ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ГЛАВА ВТОРАЯ ГОСПОЖА ДОМРОЗ СИДЕЛА У СЕБЯ В БУДУАРЕ МЕЖДУ ПЛЕМЯННИЦЕЙ И МИСДЖОН И СЛУШАЛА СТАРИКА РОККО, ПОВЕСТВОВАВШЕГО О ТЯГОТАХ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ. ОНА КУСАЛА ГУБЫ, ЕЙ БЫЛО ЯВНО НЕ ПО СЕБЕ. «Не беда, пройдет», — сказала она и любезным тоном сообщила. «У нас сегодня обедает ваш знакомый, господин Муро». Луиза встрепенулась. «Еще кое-кто из наших близких друзей, между прочим, Альфред де Сизи». Она стала расхваливать его манеры, внешность, а главное — его нравственность. В речах госпожи Домброз было меньше лжи, чем она думала. Виконт мечтал жениться. Он говорил это Мартинону, присовокупив, что нравится мадемуазель Сесиль, что он в этом уверен и что родные согласятся. Отважившись на такое признание, он, очевидно, располагал благоприятными сведениями о ее приданном. А Мартинон подозревал, что Сесиль — незаконная дочь Домброза, и, вероятно, было бы весьма неплохо на всякий случай просить ее руки. Этот смелый шаг представлял и опасность, поэтому Мартинон до сих пор держал себя так, чтобы не оказаться связанным. Кроме того, он не знал, как избавиться от тетки. Услышав признание Сизи, он решился и переговорил с банкиром, который, не видя никаких препятствий, только что сообщил об этом госпоже Домброз. Появился Сизи. Она встала ему навстречу. — Вы нас совсем забыли. Сесиль, shake hands. В ту же минуту вошел Фредерик. — Ну, наконец-то, отыскались! — воскликнул дядюшка Рок. — Я на этой неделе три раза был у вас вместе с Луизой. Фредерик упорно избегал их. Он сослался на то, что все дни проводит у постели раненого товарища. К тому же он был занят множеством дел. Ему пришлось выдумать разные истории. К счастью, стали съезжаться гости. Сперва Поль де Громенвиль, дипломат, бывший здесь на балу, затем Фюмишон, промышленник, консервативные взгляды которого в свое время возмутили Фредерико, появилась герцогиня де Монтрей-Нантуа. Но вот из передней послышались два голоса. Один из них говорил. — Я в этом уверена. — Дорогая, очаровательная! — отвечал другой. — Бога ради, успокойтесь! То были господин де Нонанкур, старый франт, мумия, намазанная культ-кремом, и госпожа де Ларси-Юа, супруга-префекта, служившего при Луи-Филиппе. Она вся дрожала, ибо только что слышала, как на шарманке играют польку, а эта полька — условный сигнал мятежников. Многих тревожили подобные же фантазии. Буржуа верили, что люди, скрывающиеся в катакомбах, намерены взорвать Сен-Жерменское предместе. Им чудилось, что из подвалов доносится какой-то шум. За окнами домов происходят подозрительные вещи. Все постарались успокоить госпожу де Ларси-Юа. Порядок восстановлен. Бояться больше нечего. Ковиньяк спас всех нас! И как будто ужасов восстания было недостаточно, их еще преувеличивали. На стороне социалистов было 23 тысячи каторжников. Никак не меньше. Не подлежало сомнению, что съестные припасы отравляют, что солдат подвижной гвардии распиливают пополам, положив между двух досок, и что надписи на знаменах призывают к грабежу и поджогам. И еще кое к чему, — добавила жена экс-префекта. «Ах, дорогая!» — стыдливо молвила госпожа Домбрёс и взглядом указала на трех юных девушек. Домбрёс вышел из своего кабинета вместе с Мартиноном. Госпожа Домбрёс отвернулась и ответила на поклон пелерена, входившего в комнату. Художник с тревогой оглядывал стены. Промышленник отвел его в сторону и объяснил, что на время пришлось удалить его революционную картину. «Разумеется», — сказал пелерен, воззрения которого изменились после его провала в клубе разума. Домбрёс весьма учтиво намекнул, что закажет ему другие картины. «Виноват, дорогой мой! Какая радость!» Перед Фредериком стояли Арну и его жена. Он почувствовал легкое головокружение. Весь этот день его раздражала Розанетта, восхищавшаяся солдатами. Проснулась старая любовь. Дворецкий доложил хозяйке, что кушать подано. Госпожа Домбрёс взглядом велела Виконту везти к столу Сесиль, шепнула Мартинону «Негодяй!» И все прошли в столовую. Посреди стола под зелёными листьями ананаса лежал большой золотистый карп, обращённый головою к жаркому из косули. Хвостом он касался блюда раков. Винные ягоды, огромные вишни, груши, виноград — новинки парижских теплиц. Возвышались пирамидами в старинных вазах саксонского фарфора. Местами с ярким блеском серебра сочетались букеты цветов. Белые шёлковые шторы были опущены, смягчая дневной свет. Два бассейна, в которых плавали куски льда, освежали воздух. Прислуживали высокие лакеи в коротких штанах. После пережитых волнений всё это казалось ещё лучше. Снова начинали наслаждаться тем, чего чуть было не лишились. И Нонанкур выразил чувство, разделяемое всеми, сказав «Будем надеяться, что господа-республиканцы позволят нам пообедать». «Несмотря на их братские чувства», — сострил Рокк. Этих почтенных мужей усадили по правую и по левую руку госпожи Домбрёз, занявшей место против мужа, соседками которого были с одной стороны госпожа Ларси Юа, боседавшая рядом с дипломатом, с другой — старая герцогиня, оказавшаяся возле Фемишона. Далее разместились художник, торговец Фаянсом и мадемуазель Луиза. А так как Мартинон занял место Фредерика возле Сесиль, то Фредерик очутился рядом с госпожой Арну. Она была в черном барежевом платье. На руке у нее блестел золотой браслет, и так же, как в первый раз, когда он обедал у нее, в волосах олела ветка фуксии, обвивавшаяся вокруг шиньона. Он не удержался и сказал «Давно мы не виделись». «Да», — ответила она холодно. Он продолжал, мягкостью тона сглаживая дерзость вопроса. «Случалось ли вам иногда думать обо мне?» «Почему я должна была думать о вас?» Фредерико обидел этот ответ. «В конце концов, может быть, вы правы». Но тотчас, раскаившись в своих словах, он поклялся ей, что не было дня, когда он не терзался бы воспоминаниям о ней. «Я этому не верю. Но ведь вы же знаете, что я люблю вас». Госпожа Арну не ответила. «Вы знаете, что я люблю вас». Она опять промолчала. «Ну, так и без тебя обойдемся», — сказал себе Фредерик. И, подняв глаза, увидел на противоположном конце стола мадемуазель Рокк. Она решила, что ей будет к лицу зеленое, но этот цвет резко оттенял ее рыжие волосы. Пряжка пояса приходилась слишком высоко. Воротничок стягивал шею. Это отсутствие вкуса, вероятно, и вызвало ту холодность, с которой встретил ее Фредерик. Она издали с любопытством наблюдала за ним, и, как не рассыпался в любезностях Арну, сидевший с ней рядом, ему и двух слов не удалось вытянуть из нее, так что, отказавшись от надежды угодить соседке, он стал прислушиваться к общему разговору. Темой его служило ананасное пюре, приготовляемое в Люксембургском дворце. Луи Блан, по словам Фемишона, владеет особняком на улице Сен-Доминик. Однако не отдает его в наймы рабочим. — А, по-моему, вот что забавно, — сказал Нонанкур. — Представьте, Ле Дрю Рулен охотится в королевских угодьях. Он задолжал двадцать тысяч франков ювелиру, — вставил Сизи. — И даже поговаривают, — госпожа Домбрюс перебила его, — как это нехорошо горячиться из-за политики. — Стыдно, молодой человек, займитесь лучше вашей соседкой. Люди солидные напали на печать. Арну заступился за газеты. Фредерик вмешался в разговор и сказал, что это обыкновенные коммерческие предприятия, а их сотрудники — либо дураки, либо лгуны. Он делал вид, что знает их, и великодушным чувством своего друга противопоставлял сарказмы. Госпожа Арну не замечала, что этими речами он мстит ей. Между тем Виконт мучительно пытался пленить мадемуазель Сесиль. Сперва он выказал артистический вкус, порицая форму графинчиков и рисунок вензелей на ножах. Потом заговорил о своей конюшне, о своем портном, о поставщике белья. Наконец коснулся вопросов и религии и нашел возможность дать ей понять, что исполняет все обязанности верующего. Мартинон оказался гораздо искуснее. Однообразным тоном, не сводя глаз Сесиль, он восхвалял ее птичий профиль, ее тусклые белокурые волосы, ее слишком короткие руки. Дурнушка таяла, очарованная потоком любезностей. Никто не слышал их, так как все говорили очень громко. Рок требовал, чтобы Франции правила железная рука, но Нанкур даже выразил сожаление, что отменена казнь за политические преступления. Этих подлецов следовало бы перебить всех до единого. Они к тому же и трусы, сказал Фемишон. Я не вижу храбрости в том, чтобы прятаться за баррикадами. Кстати, расскажите нам о Дюссардье, попросил Дамбрус, обернувшись к Фредерику. Честный приказчик стал теперь героем, вроде Салеса, братьев Жансон, матушки Пекие и других. Фредерик, не заставив себя просить, рассказал о своем друге. Отблеск Ореола упал и на него. Разговор вполне естественно зашел о разных проявлениях храбрости. По мнению дипломата, повороть страх смерти нетрудно. Это могут подтвердить люди, которым приходилось драться на дуэли. Об этом можно спросить и Виконта, сказал Мартинон. Виконт густо покраснел. Гости смотрели на него, а Луиза, более всех удивленная, прошептала. А что такое? Он спасал перед Фредериком, тихо ответил Ерну. Вам что-нибудь известно, мадемуазель? Спросил Нонанкур и передал ее ответ госпоже Дамбрёс. Стас, слегка наклонившись, принялась разглядывать Фредерика. Мартинон предупредил вопросы Сосиль. Он сообщил ей, что эта история связана с одной особой предосудительного поведения. Девушка тихонько отодвинулась, как будто старалась избежать прикосновения Разбратника. Разговор возобновился. Обносили тонкими бордовскими винами, гости оживились. Пелерен был в претензии на революцию. Из-за нее безвозвратно погиб музей испанской живописи. Его, как художника, это огорчало больше всего. Тут к нему обратился Рокк. — Не вашей ли кисти принадлежит одна замечательная картина? — Возможно. А что за картина? На ней изображена дама в платье, правда же, несколько легком, с кошельком в руке и с павлином за спиной. Теперь румянцем залился Фредерик. Пелерен притворился, что не слышит. — Но ведь это же ваши работы. Внизу стоит ваше имя. И на раме надпись, что картина принадлежит господину Муро. Как-то раз, когда дядюшка Рокк и его дочь дожидались Фредерика у него на квартире, они увидали портрет капитанши. Рокк даже принял его за картину в готическом вкусе. — Это просто портрет одной женщины, — отрезал Пелерен. Мартинон прибавил. — И женщины вполне живой, не правда ли, Сизи? — Ну, я ничего не могу сказать на этот счет. — А я думал, что вы с ней знакомы. — Но если этот разговор вам неприятен, прошу извинить меня. Сизи опустил глаза, подтверждая своим замешательством, что по отношению к этой женщине он сыграл плачевную роль. Оригиналом портрета могла явиться только любовница Фредерика. Это было одно из тех предположений, какие возникают мгновенно, и лица присутствующих ясно говорили об этом. — Как он мне лгал, — подумала госпожа Арну. — Так вот, ради кого он меня бросил, — решила Луиза. Фредерик вообразил, что эти две истории компрометируют его, и когда общество перешло в сад, он обратился к Мартинону с упреками. Жених мадемуазель Сисиль расхохотался ему в лицо. — Да нет же! — Ничуть! — Это послужит тебе на пользу! — Будь смелее! Что он хотел этим сказать? — И откуда эта благожелательность столь несвойственная ему? — Ничего не объяснив, Мартинон отправился в сад, где сидели дамы. Мужчины стояли около них, а Пелерен излагал свои мысли. — Разумеется, искусством всего более благоприятствует монархия. Современность вызывает в нем отвращение. Взять хотя бы национальную гвардию. Он жалеет о средних веках, о временах Людовика XIV. Рок приветствовал такие взгляды и даже признался, что они разрушают его предубеждения против художников. Но он почти тотчас же отошел, его привлек голос Фюмишона. Арно пытался установить, что существует два социализма — хороший и дурной. Промышленник разницы не видел. При слове «собственность» он терял голову от злости. Это право начертано самой природой. Дети держатся за свои игрушки. Все народы разделяют мое мнение. Все животные тоже. Даже лев, если бы он мог говорить, заявил бы, что он собственник. Например, я, господа, начал дело с капиталов 15 тысяч франков. Я, знаете ли, целых 30 лет вставал в 4 часа утра. Трудился, как сто чертей, чтобы сколотить состояние. И вдруг мне станут доказывать, что не я его хозяин. Что мои деньги — не мои деньги. Словом, что «собственность» — это кража. Однако, Прудон, оставьте меня в покое с вашим Прудоном. Окажись он тут, я бы, кажется, его задушил. Он и задушил бы его. После ликера Фюмишон уже совсем не помнил себя, и его апоплексическое лицо казалось вот-вот лопнет точно бомба. «Здравствуйте, Арну!» — сказал Юсоне, стремительно шагая по газону. Журналист принес Домбройзу первый лист брошюры под названием «Гидра», в которой он отстаивал интересы реакционного круга, и банкир упомянул об этом, представляя его гостям. Юсоне развлек их. Сперва он уверял, что торговцы салом платят жалования 382 мальчишкам, чтобы те каждый вечер кричали «Фонарики!». Потом издевался над принципами 89-го года, освобождением негров, левыми ораторами. Он даже решил изобразить господина Придому на баррикаде, быть может, из чувства самой обыкновенной зависти к этим сытно пообедавшим буржуа. Шарж имел посредственный успех. Лица вытянулись. «Вообще теперь не время шутить», — это сказал Нонанкур, напоминавший о гибели архиепископа Афра и генерала Дебреа. О них постоянно вспоминали, на них ссылались в спорах. Рок объявил, что кончина архиепископа — верх величия. Фемишон Пальму первенство отдал генералу, вместо того, чтобы просто пожалеть убитых, гости затеяли спор о том, какое из этих убийств наиболее отвратительно. Потом стали проводить другую параллель между Ламорисьером и Ковиньяком, причем Дамбрус превозносил Ковиньяка, а Нонанкур — Ламорисьера. Никто из присутствующих, кроме Арну, не видел их в деле. Тем не менее, каждый высказывал безапелляционные суждения об их действиях. Лишь Фредерик отказался выразить свое мнение, сознавшись, что не брался за оружие. Дипломаты Дамбрус в знак одобрения кивнули ему головой. В самом деле, сражаться с восставшими значило защищать республику. Исход борьбы, хотя и благоприятный, укреплял ее. И вот теперь, когда удалось разделаться и с побежденными, хотелось избавиться и от победителей. Едва выйдя в сад, госпожа Дамбрус отвела Сизи в сторону и пожурила за неловкость. Завидев Мартинона, она отпустила Сизи и пожелала узнать у своего будущего племянника, почему он издевается над Виконтом. — Да просто так. — Значит, вы хотите возвеличивать господина Муро? — С какой же целью? — Без всякой цели. Фредерик славный, малый, он мне очень нравится. — И мне тоже. — Пусть подойдет. — Позовите его. Сказав две-три банальные фразы, она начала высмеивать своих гостей, тем самым ставя его выше остальных. Он не применил покритиковать прочих дам. Удачный способ говорить комплименты. Она время от времени оставляла его. День был приемный, приезжали новые гости, потом возвращалась. Кресла их случайно были так расположены, что никто не мог услышать их беседу. Она казалась то игривой, то серьезной, то меланхоличной, то рассудительной. Злободневные интересы мало что значат для нее. Есть целый мир чувств менее быстротечных. Она жаловалась на поэтов, которые искажают действительность. Потом подняла глаза к небу и спросила у Фредерика название какой-то звезды. На деревьях висели китайские фонарики, их раскачивал ветер, и на ее белом платье дрожали разноцветные лучи. Она по обыкновению откинулась в кресле, положила ноги на скамеечку, выставив носок черного атласного башмачка. Порой госпожа Дамбрюс повышала голос, даже смеялась. Это кокетство не задевало Мартинона, занятого Сесиль, но оно терзало маленькую Рок, которая беседовала с госпожой Арну. Луизе показалось, что только в обхождении госпожи Арну нет ничего пренебрежительного, в отличие от прочих дам. Она подошла и села рядом с ней. Потом, уступая потребности поделиться своими чувствами, сказала, «Правда, Фредерик Моро хорошо говорит?» «Вы с ним знакомы?» «Очень давно. Мы соседи. Он играл со мной, когда я была совсем маленькая». Госпожа Арну пристально посмотрел на нее и взгляд ее означал. «Надеюсь, вы не влюблены в него?» Взгляд девушки без всякого смущения отвечал. «Влюблена?» «Значит, вы часто с ним видитесь?» «О, нет! Только когда он приезжает к своей матери. Вот уже десять месяцев он не был. А ведь обещал, что скоро вернется». «Не надо верить обещаниям мужчин, дитя мое». «Но меня-то он не обманывал?» «Ну, а других?» Буиза вздрогнула. «Неужели же он и этой что-нибудь обещал?» В лицо ее исказилось от подозрения и злобы. Госпожа Арну испугалась. Она пожалела, что у нее вырвались эти слова. Обе замолчали. Фредерик сидел напротив, на складном стуле, а они глядели на него. Одна, соблюдая приличие, почти незаметно. Другая, не стесняясь, разинов рот. Так что госпожа Дамбрюс даже сказала ему. «Да повернитесь же! Дайте ей посмотреть на вас!» А ком это вы? «О дочери господина Рокко!» И она стала вышучивать его, дразня любовью юной провинциалки. Он защищался, пытаясь шутить. «Да что вы, помилуйте!» «Такая уродина!» Однако все это тешило его тщеславие. Ему вспомнился другой вечер в этом доме. Унижение, которое он испытал, уходя отсюда. И он дышал полной грудью. Он чувствовал себя в своей настоящей сфере, почти как дома, будто все это принадлежало ему даже особняк Дамброза. Дамы, сидевшие полукругом, слушали его, а он, желая блеснуть, высказался за восстановление развода, который следовало бы облегчить настолько, чтобы можно было сходиться и расходиться до бесконечности, сколько душе угодно. Одни возражали, другие перешептывались. В полумраке у стены обвитой зеленью слышались отрывистые возгласы, какое-то веселое кудахтанье. Он развивал свою теорию с той уверенностью, какую придает сознание успеха. Лакей принес в убитую зеленью беседку поднос с мороженым. Подошли мужчины, они говорили об арестах. Тут Фредерик в отместку Виконту стал уверять, что его теперь будут преследовать как легитимиста. Виконт возражал, что не выходил из своей комнаты. Противник не скупился на зловещее предостережение. Это рассмешило даже Дамброза и Гремонвилля. Затем оба наговорили комплиментов Фредерику, хотя и пожалели, что он не применяет своих способностей к защите порядка. И дружески пожали ему руку. Отныне он может рассчитывать на них. Когда все уже расходились, Виконт низко поклонился Сесиль. — Мадемуазель, честь имею пожелать вам спокойной ночи. — Она сухо ответила ему. — Спокойной ночи. А Мартинону улыбнулась. Дядюшка Рок, желая продолжить беседу с Арну, предложил проводить его, равно как и его супругу, ведь им было по дороге. Луиза и Фредерик оказались впереди. Она схватила его под руку, а когда они отошли от прочих гостей, промолвила. — Наконец-то, наконец! И мучилась же я весь вечер. Какие эти женщины злые, какие надменные! Он взял их под свою защиту. — Во-первых, ты мог бы подойти ко мне с самого начала, ведь мы целый год не видались! — Не целый год, — возразил Фредерик, довольный тем, что поймал ее на этой неточности и, надеясь обойти молчанием все остальное. — Хотя бы и так. Время-то тянулось так медленно. Но на этом ужасном обеде можно было подумать, что ты меня стыдишься. — Да, я понимаю, что не могу нравиться, как эти дамы. — Ты ошибаешься, — заметил Фредерик. — Правда? — Поклянись мне, что ни в одну из них ты не влюблен! Он поклялся. — И любишь меня одну? — Ну, конечно! Это уверение возвратило ей веселость. Ей хотелось заблудиться на этих улицах, чтобы всю ночь гулять с ним. Я так истерзалась. Только и речи было, что о баррикадах. Мне все мерещилось, что ты падаешь навзничь. Весь в крови. Твоя мать лежала в постели. У нее ревматизм. Она ничего не знала. Мне приходилось молчать. Я не выдержала. Взяла с собой Катрин, и она рассказала ему о своем отъезде, о путешествии и о том, как налгала отцу. Через два дня он повезет меня домой. Приходи завтра вечером, будто незначай, и воспользуйся случаем. Поговори с отцом. Посватайся. Фредерик никогда еще не был так далек от мысли о браке. К тому же мадемуазель Рок представлялась ему созданием довольно смешным. Какая разница между нею и женщиной вроде госпожи Дамброза? Ему суждена иная будущность. Сегодня он в этом уверился. Значит, не время связывать себя, решаться на столь важный шаг под влиянием сердечного порыва. Теперь надо быть рассудительным. Да и кроме того, он снова увидел госпожу Арну. Все же его смущала откровенность Луизы. Он спросил, обдумала ли ты как следует этот шаг? — Да что ты! — вскрикнула она и похолодела от изумления и негодования. Он сказал, что жениться в настоящее время было бы безумием. — Так я тебе не нужна? — Да ты меня не понимаешь. И он пустился в путанное рассуждение, пытаясь втолковать ей, что его удерживают соображения высшего порядка, что дела его не закончены. Состояние расстроено. Луиза коротко и ясно разбивала все доводы. И, наконец, политические события препятствуют их браку. Итак, самое благоразумное — подождать еще немного. Все, наверное, устроится. Он, по крайней мере, надеется на это. А когда все доводы были исчерпаны, он притворился, будто сейчас только вспомнил, что ему еще два часа назад надо было зайти к Дьюссардье. Раскланившись с другими знакомыми, он свернул на улицу Отвиль, обошел здание театра «Жимнас», вышел опять на бульвар и бегом поднялся на пятый этаж к Розанетти. Супруги Арну просились с дядюшкой Роком и его дочерью на углу улицы Сен-Дни. Они молча продолжали путь. Арну устала от собственной болтовни, она чувствовала себя разбитой и опиралась на его руку. Это был единственный человек, высказавший в этот вечер честные взгляды. Она прониклась снисхождением к нему. Он же слегка сердился на Фредерико. — Ты видела, какую он состроил мину, когда заговорили о портрете? Я же тебе говорил, что он ее любовник, а ты еще не хотела мне верить. — Да-да, я ошибалась. Арну торжествуя наставил, готов побиться об заклад, что он бросил нас и сразу побежал к ней. Теперь он у нее, будь уверена, ночует у нее. — Госпожа Арну надвинула капор на самые глаза. — Ты вся дрожишь? — Мне холодно, — ответила она. Луиза, как только отец ее заснул, вошла в комнату Катрин и стала трясти ее за плечи. — Вставай! Скорее, скорее! Достань мне фиакр! Катрин ответила, что в такое время фиакров уже нет. — Ну так проводи меня! — Это еще куда? — К Фредерико. — Нельзя! Зачем это? Ей надо с ним поговорить. Она не может ждать. Она хочет сейчас же видеть его. — Да что ты! Как можно прийти ночью в чужой дом? Да он давно спит. — Я его разбужу. Это неприлично для барышни. Я не барышня. Я его жена. Я его люблю. Ну, пойдем, надевай платок. Катрин в раздумье стояла около кровати. Наконец сказала, нет, не пойду. Ну так оставайся. Я пойду одна. Луиза, как змейка, выскользнула на лестницу. Катрин бросилась за ней и нагнала уже на тротуаре. Увещания не помогли. И старуха бежала за девушкой, на ходу застегивая кофту. Дорога показалась ей бесконечно длинной. Она жаловалась на свои старые ноги. И то сказать. Нет во мне твоего пыла. Где уж там? Потом Катрин расчувствовалась. Бедняжечка ты моя. Никого-то у тебя нет. Только твоя коту. Временами ею снова овладевали сомнения. Подумай только, на что ты меня толкаешь. Вдруг отец проснется. Господи, Боже, только бы несчастье не случилось. У театра Варьете их остановил патруль Национальной гвардии. Луиза, не задумываясь, сказала, что идет со служанкой на улицу Румфорда за врачом. Их пропустили. У площади Святой Магдалины им встретился другой патруль. А когда Луиза дала то же объяснение, один из граждан подхватил. — Уж не ту ли болезнь лечить, что длится девять месяцев, а, кошечка? — Гужебо! — крикнул капитан. — В строю без шалостей! — Сударыня, проходите! Несмотря на окрик, острословие продолжалось. — Желаем повеселиться! Поклонитесь доктору! Не поводите в лапы к волку! — Любят позубоскалить! — вслух заметила Катрин. — Молодые! Наконец, они пришли к дому Фредерико. Луиза несколько раз силой дернула звонок. Дверь приотворилась. Привратник на ее вопрос ответил. — Его нет. — Он верно спит? — Говорю вам, нет его. Вот уже три месяца как дома не ночует. Окошечко Привратника щелкнуло, как нож гильотины. Они стояли в подъезде, в темноте. — Да уходите уже! — крикнул им злобный голос. Дверь снова отворилась. Они вышли. Луиза, обессиленная, опустилась на тумбу и горько заплакала, закрыв лицо руками, дала волю слезам. Светало. Проезжали повозки. Катрин повела Луизу домой, поддерживая, целуя ее. Наговорила в утешении всякой всячины, почерпнутой из собственного опыта. Стоит ли так убиваться из-за кавалера? С этим не вышло. Найдется другой. Субтитры создавал DimaTorzok